Судебный тяжбы в мебельном бизнесе. Какие последствия грозят мебельной компании после судебных разбирательств с клиентом? Разберем подробнее, как не попасть на суд с клиентом и как избежать судебных претензий на миллионы рублей. По традиции, перед началом видео поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Поехали! А сейчас, внимание, всем встать! Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Однажды меня хотел засудить клиент за просрочку, по которой я уже выплатил неустойку, но об этом немного позже. А сейчас о том, как некоторые мебельщики доводят свои отношения с клиентом до суда. Одна из самых распространенных причин – просрочка по договору. Мебельная компания не успела выполнить условия договора и клиент требует выплатить неустойку в размере 3% за один календарный день просрочки от полной стоимости изделия. То есть получается, если вы по какой-то причине, будь то задержка поставки от партнера комплектующих материалов, или банально просто не успели из-за сильной загрузки производства, суд потребует выплатить неустойку. Обидно то, что никому не интересно, как произошла задержка и что повлияло на увеличение срока. Просрочил, получи штраф и негативный опыт. Да, порою суд рассматривает участие в процессе исполнения договора нарушения третьих лиц. Например, если у вас есть письмо от фабрики, которое уведомляет вас о задержке поставки, но скажите мне, как часто фабрика или ваш поставщик готовы взять на себя косяк официально? Я по своей практике таких случаев не помню. А теперь о грустном. Если по договору вы изготавливаете мебель по индивидуальному проекту, и вдруг задержали срок передачи изделия клиенту на 30 дней календарных нерабочих, вы обязаны, согласно закону о защите прав потребителя, выплатить неустойку в размере 3% за один календарный день. А это 90% от стоимости изделия. Например, вы изготавливаете на заказ кухонный гарнитур стоимостью 500 тысяч рублей. Просрочили месяц, отдайте 450 тысяч рублей. И да, вы не можете вернуть клиенту предоплату и забрать или не привезти заказ. Нет, изделие остается у клиента. Плюс он неплохо так слетает отдохнуть на Кубу за ваш счет. Улыбка? Да нет, блин, печаль. Месяц, какой-то месяц, 30 гребанных дней и вас поимели по полной. И вас, и меня, и того парня, который сейчас в гараже делает шкаф, или тупо ему не хватило денег на закуп фурнитуры. И он сидит такой в ожидании следующего заказа. Сейчас кто-то скажет, что нужно просто переделать договор и поменять формулировку с мебели на заказ на продажи по образцам или что-то подобное. И процент неустойки сразу же упадет с трех до одного. Да, это так. Но, видимо, вы не все знаете о размере исковой суммы, которую суд вам впендюрит по первому и второму пункту. Поинтересуйтесь у своего юриста. Насколько я знаю, по первому варианту суд не может взыскать с вас больше стоимости изделия, сколько бы там клиент не пожелал компенсации своих материальных или моральных издержек. А вот по второму варианту размер исковой суммы может составить до трех миллионов рублей. Так что давайте без иллюзий. В описании ссылка на мою бесплатную консультацию. Запишитесь, и за 30 минут я дам как минимум три рекомендации по точкам роста вашей компании и разберу одну проблему юридического характера. У меня была история, когда в процессе производства кухонного гарнитура мои мастера заметили или допустили, сейчас неважно, брак. Ну, пластик на столешнице немного пробили на лицевой кромке. Да, это даже не косяк, поскольку у меня эта часть перекрывается стыковочной планкой при установке кухни на объект. Но допустить эту вмятину до установки не в принципах моей компании. Мы не прячем брак, даже если есть вероятность, что клиент не заметит, не узнает или так прокатит. Но дело в том, что столешница нестандартного размера и фабрика поставит новую под заказ только через три недели. Я позвонил заказчику и уведомил его о дефекте. На что тот с благодарностью ответил, конечно же, я подожду, меняйте. Надо сказать, что неделей позже кухонного гарнитура этот клиент заказал в моей компании шкаф в прихожую. Уже по-другому, соответственно, договору. Тогда у нас срок на изготовление шкафа был на неделю меньше, чем на кухню. Из-за случившегося косяка со столешницей мы задержали срок поставки кухни на три недели. Когда был готов шкаф и сотрудник отдела продаж позвонил клиенту, чтобы назначить дату установки, тот ответил, мол, чего вы будете два раза кататься и мусорить? Привозите шкаф вместе с кухней. Вот такой был клиент. Внимание, этот факт не зафиксирован письменно и на тот момент у нас не было СРМ и, соответственно, звонки тоже не писались. Привезли и установили кухню и шкаф за один день. Мои ребята сами сдают заказ и получают остатки суммы по договору и деньги за монтаж. У меня такие условия. И тут вдруг клиент потребовал моего присутствия. Окей, приезжаю, думаю, может что-то не так, чем-то недоволен. А нет, все, всем доволен, все хорошо. Парням пожал руку, похвалил за качественную работу, а мне говорит, давай как-то по просрочке порешаем. Я говорю, какая просрочка, я же уведомил заранее и вы сами согласились подождать. А он мне говорит, а где это зафиксировано? Понятно, говорю, Семен Семенович, сколько вы хотите. В договоре у меня на тот момент значилась просрочка 0,001% за рабочий день от суммы предоплаты. Вот еще почему я брал предоплату 60%, а остальные деньги забирал после установки. Юридически, конечно, лажа полная, но договор есть договор, и он подписан заказчиком. Отдал я ему наличкой какие-то копейки, что-то вроде 3900 рублей, расстались как родные. Дело было 6 лет назад, и кухня тогда стоила 165 тысяч рублей, а шкаф 52 тысячи. Запомните эти цифры, это важно. Проходит месяца 3-4, приходит мне на почту письмо с уведомлениями. Иду получать, думаю, может президент меня к награде представил, или лотерею какую-нибудь выиграл. А нет, судебная. Распаковываю там же на почте, что за херня, может штраф за скорость или двойную сплошную. Читаю, как в тумане, только цифры. Судебная претензия клиента на сумму 560 тысяч рублей, суд через 5 дней. Кто это, что это, какого такого? Ого, а это же мой заказчик, которому я кухню и шкаф делал. Так он туда и просрочку по шкафу предъявляет еще. Добрейшей души человек. Помните, он сам сказал, чтобы шкаф вместе с кухней привозили? Не буду останавливаться на всех подробностях, скажу главное. Заказчик оказался прокурором и решил меня натянуть по букве закона. Я пошел в суд, аргументировал свои действия, но всякий раз судье не хватало письменных подтверждений моих слов. Договорились? А где доказательства? Уже выплатили неустойку по договору? А где акт передачи денег? Долгим и неприятным был суд. По итогу я-то воробей Стрелян и не из робкого десятка добился договоренности прямо в зале суда на выплату компенсации клиенту в размере всего 30 тысяч рублей по обоим договорам. На Кубу мой клиент не полетел, конечно. Но меня научил на всю оставшуюся жизнь ответственно подходить к формулировкам договоренностей и к фиксации каждого шага в процессе изготовления договора. А теперь как избежать суда? Интересно? Продолжаем. Давайте разбираться. Откуда растут ноги наших проблем? Однозначно и бесспорно здесь только два варианта. Первый – незнание законов. Второй – неисполнение своих договоренностей и обязательств. Про закон не будем говорить, ведь перед началом любого предприятия необходимо изучить правовую базу. Не обсуждается. Садимся, читаем, консультируемся у спецов и только после этого начинаем мутить бизнес. А вот по второму варианту я дам рекомендацию как человек, совершивший все возможные юридические ошибки на своем пути. Номер раз – не берите на себя невыполнимые обязательства, даже если вы считаете это точкой роста вашего бизнеса. Скорее всего, не справитесь и накосячитесь. Репутация важнее денег. Два – если взяли обязательства, умри или сдохни, но выполняй. Подключай помощника, делегируй процессы, теряй деньги, но выполни. Это даже не про юридические моменты, это дело предпринимательской чести. Репутация дороже денег. Третье – если в процессе произошли какие-либо заминки или сложности, уведомите клиента. Порою один шаг навстречу решения проблемы бывает решающим. Репутация – это то, на что обращают внимание клиенты. Четыре – если уже сильно накосячили, предлагайте сами клиенту пути решения. Не прячьтесь и не ждите, что клиент сам предложит вам пути решения конфликтной ситуации. Скорее всего, его предложение вам не понравится. Будьте всегда первым. Репутация и решительность и проактивность вместе взяты. Однажды ко мне пришла клиентка с судебной претензией из Роспотребнадзора и предложила выплатить ей неустойку за месяц просрочки. О причинах сейчас не буду говорить. Поверьте, это была банальная и тривиальная причина. Так вот, она ждала от меня денег в размере стоимости кухни по договору и ей в Роспотребнадзоре сказали, что я точно должен их отдать. Я принял ее требования и предложил принять мои условия. Дать возможность установить кухню, рассчитаться за нее по договору. Это ведь ее обязанности по договору. Затем обратиться в суд с претензией из Роспотреба. Также заявил ей, что по моей практике суд учтет и мои тоже аргументы. Позицию третьей стороны. И тогда еще действовало послабление в силу пандемии. Скорее всего, суд значительно уменьшит размер возмещения или совсем его отменят. Но даже если нет, я по суду могу выплачивать деньги в течение нескольких лет по 500 рублей в месяц, например. А вы потратите свое драгоценное время. Предложил клиентке возместить ее моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей и письменно отказаться от претензий. Разум победил. И мы расстались полюбовно. Не давайте манипулировать собой различными юридическими актами и постановлениями Роспотребнадзора. Имейте свою твердую позицию. Конечно же, идти на решение конфликта, но более мягким способом. Сейчас усилился потребительский терроризм. Некоторые клиенты насмотрелись всяких судебных шоу по телеку. Идут в компанию заказывать мебель с заведомым желанием отсудить свои деньги. Не позволяйте им себя поиметь. Составляйте четкий подробный договор. Лучше всего, чтобы вам помог в этом деле как раз тот юрист, который работает именно с претензиями по таким эпизодам со стороны истца. Ну что же, друзья, успехов вам на пути и поменьше таких ситуаций, которые выжигают ваше желание заниматься мебельным бизнесом. Подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, и вы будете первыми получать уведомления о новых полезных видео для вашего развития. Меня зовут Юрий Архипенков, мебельный бизнес в квадрате. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok